У этого 11-летнего мальчика было последнее желание, решение, которое шокировало всех, включая его врачей. В результате они склонили перед ним головы. Когда они вошли в палату Леонга, врачи и вся медицинская бригада выстроились в прямую линию с полными сердца и полными слез глазами. Все они опустили головы, кланяясь в знак уважения. Решение мальчика повергло их в трепет. Это был один из величайших актов доброты, и склонение голов в знак уважения было наименьшим, что они могли сделать, чтобы выразить свою признательность. Все изо всех сил старались держаться вместе, но это была по-настоящему эмоциональная сцена. Несмотря на всю печальность ситуации, родители Леонга гордились своим сыном и выбором, который он сделал. Они молча наблюдали, как его везли на каталке в операционную, пересекая коридор, полный плачущих врачей. Они знали, что больше его не увидит, но каким-то образом осознание того, что его жертва не будет напрасной, помогло им справиться с горем. По правде говоря, они справлялись уже некоторое время. Еще до того, как жизнь Леонга подошла к концу, им сообщили, что врачи ничего не могут для него сделать. Они были вынуждены жить с этим знанием в течение нескольких недель. Тяжелое испытание для молодого человека началось однажды в школе, когда он положил голову на парту. Его учитель заметил и спросил, в чем дело. Леонг пожаловался на головную боль. Боль сохранялась весь день, пока он не вернулся домой. Мальчик рассказал матери о своей головной боли, и она дала ему какое-то лекарство, чтобы облегчить дискомфорт. Боль прошла на следующий день, и Леонг почувствовал облегчение. Но несколько недель спустя он снова пожаловался своему учителю на головную боль, и на этот раз все было намного хуже. Боль не притуплялась лекарствами и продолжала возвращаться. Он постоянно сжимал руками свою пульсирующую голову и не мог сосредоточиться на уроке. Леонга приходилось отправлять домой несколько раз в неделю. Его частые мигрени мешали ему участвовать в занятиях и играть с друзьями. Именно тогда учитель предложил отвезти его в больницу для тщательного обследования. Родители Леонга последовали совету учителя и отвезли его в больницу, чтобы он мог пройти обследование. Однако после нескольких осмотров врачи не смогли выяснить причину головных болей маленького мальчика. Эксперты посоветовали общеукрепляющие меры и прописали обезболивающие, чтобы ему было немного комфортнее. Но даже с помощью лекарств его головные боли так и не прошли полностью. Родители Леонга беспокоились за своего сына. И мне нравилось видеть, что он испытывает дискомфорт. И по его поведению было ясно, что он не просто лгал, чтобы избежать учебы. Он больше не мог играть со своими друзьями и всегда был слишком уставшим, чтобы смотреть свои любимые телепередачи. Он отставал в школе из-за постоянных головных болей. Они чувствовали себя сбитыми с толку и ненавидели то, что не могли ему помочь. Они продолжали надеяться, что все наладится, но, к сожалению, стало только хуже. Однажды в школе во время обеденного перерыва у Леонга внезапно случился припадок, предшествовавший обмороку. Находившийся поблизости, учитель бросился ему на помощь и немедленно связались с его родителями. После того, как Леонга доставили в больницу, врачи были в замешательстве. Сначала ужасные мигрени, а теперь и судороги. Леонг был совершенно здоров первые 11 лет своей жизни. Они не могли понять, откуда взялась внезапная болезнь. Врачи решили провести серию тестов, чтобы выяснить причину головных болей и судорог Леонга. К сожалению, результаты были душераздирающими. Врачи обнаружили, что у мальчика была опухоль головного мозга, которая давила на орган и вызывала мигрени и судороги. Его родители были ошеломлены и чувствовали, что весь их мир рушится. Врачи посоветовали Леонгу немедленно лечь в больницу, иначе все может стать еще хуже. Они отвели их обратно в палату Леонга и посоветовали им сказать правду. Мальчик был молод, но заслуживал знать, что происходит с его телом. Его родители не знали, как сообщить ему эту новость. Они попытались напустить на себя храбрый вид, когда вошли в его комнату, но Леонг сразу понял, что что-то не так. Когда они подошли ближе к его постели, у Леонга случился еще один приступ, и главный врач попросил родителей уйти, пока он разбирается с ситуацией. Мальчик был госпитализирован сразу после этого, и с помощью врача его родители объяснили, что с ним не так. Его мать тихо всхлипывала рядом с ним, но он взял ее за руку и слегка улыбнулся. Ему было неприятно видеть ее расстроенной. Хотя новость была ужасающей, Леонг воспринял ее довольно спокойно. В школе он узнал, что значит заболеть раком, и знал, что иногда врачи могут спасти своих пациентов. Он надеялся, что так будет и с ним, и поклялся бороться до последнего вздоха. Но шли недели, приступы участились, и врач объяснил, что опухоль увеличивается в размерах. Он также сказал родителям, что у Леонга было очень мало шансов выжить, поскольку рак прогрессировал быстрыми темпами. Это была неприятная новость, но им нужно было быть готовыми к худшему, потому что оно наступит раньше, чем позже. Однажды вечером в больнице его мать заметила, что Леонг немного мрачен. Когда она расспрашивала его, он упомянул, как сильно скучает по своим друзьям. Он скучал по играм с ними и общению во время обеденного перерыва и после уроков. Ее сердце разрывалось из-за него, и на следующий день она спросила учителей Леонга, могут ли кто-нибудь из его друзей навестить его. Она немедленно связалась с другими родителями и организовала неожиданный визит. Леонг был шокирован, когда его друзья вошли в дверь и запрыгнули к нему на кровать. Улыбка на его лице согрела сердце его матери. Она была рада, что смогла сделать его счастливым хотя бы на один день. Дети играли с Леонгом и рассказывали ему обо всем, что он пропустил. Они шутили и смеялись между собой, как будто и не прошло времени с тех пор, как они в последний раз были вместе в классе. После того, как они ушли, родители Леонга снова связались с ним. Он поблагодарил их за то, что они пригласили его друзей, и то, что он сказал им дальше, шокировало их. Леонг ранее принял решение, о котором он думал уже некоторое время. Это было желание, которое, как он надеялся, будет исполнено в случае его кончины. Его мать все еще надеялась, что ее сына можно спасти. Она не хотела представлять жизнь без него, но Леонг уже смирился с этим. Для маленького мальчика он был очень храбрым и отважным. Семья обняла друг друга после того, как Леонг рассказал им о своем желании, и его родители пообещали исполнить его, когда и если придет время. Они все рыдали, когда вошел доктор, чтобы осмотреть Леонга. Он спросил, не случилось ли чего, но его мать быстро вытерла слезы и ответила, что все хорошо. Хотя доктор хотел настаивать дальше, задаваясь вопросом, имеет ли их реакция какое-либо отношение к здоровью Леонга, он передумал и отказался от этого. К сожалению, со временем опухоль быстро прогрессировала, и Леонг постепенно превратился в тень своего прежнего «я». Расположение опухоли в сочетании с тем, как быстро она росла, привело к некоторому повреждению ткани его мозга. В результате у него ухудшилась память, а вскоре и речь, и моторика. Врач был вынужден сообщить семье, что дальше будет только хуже. К сожалению, всякая надежда была потеряна. Дни тянулись медленно, и однажды днем у Леонга случилась остановка сердца, из-за которой он впал в кому. Это было началом конца, и наблюдать за этим было довольно больно. Леонг так и не вышел из комы, и после тщательного обследования врачам пришлось констатировать смерть его мозга. Хотя его тело все еще находилось на аппарате жизнеобеспечения, Леонга уже давно не было в живых. Его родители поцеловали его в лоб, прежде чем решили обратиться к врачам. Они знали, что пришло время исполнить последние желания их сына. Когда родители Леонга рассказали, о чем просил их ребенок, врачи испытали смешанные эмоции. Они были убиты горем, благодарны храброму 11-летнему мальчику, который лицом к лицу столкнулся со смертью, думая только о наследии, которое он оставит после себя. Фактически, последним желанием Леонга было пожертвовать свои органы людям, которые могут в них нуждаться. В тот день, когда они кланились в больничном коридоре, врачам напомнили, что не все герои носят накидки и что некоторые из них не более чем дети. Какая душераздирающая история. Что вы думаете о донорстве органов? Знаете ли вы других людей, которые принесли эту высшую жертву? Продолжение следует...